Можно сфотографироваться? Можно На доброе здоровьица Решили побегать, заняться собой Вы знаете что? На мой канал заходите на Малахов Геннадий И там у меня 1400 видео Я рассказываю различные темы На здоровье, за жизнь и так далее И вот я как раз сейчас хожу, рассказываю И вот некоторые говорят А что ты там не бегаешь? А я говорю, что знаете Человек пробежался, он устал И чтобы собраться ему на следующий день Бежать То Как-то он уже должен себя там переселить А вот когда ты ходишь Пускай ходишь быстро, но ты регулярно Главное регулярность И вот буквально таки вчера Я смотрю фильм про Далай-Ламу 14 И он На беговой дорожке ходит Днем и ночью То есть ходьба быстро Позволит Так сделать, что Человек Я туда иду Туда бегите или идете Если хотите Я вас заслушаю Хотите, послушайте Пообщаемся немножко Дело такое Интересное Вот Ну да, я снимаю Ничего Вот То есть Он осознал важность движения Потому что человек вообще-то Он создан в движении Много Много Даже миллионов лет назад Люди были созданы Они ходили по планете Там Занимались собирательством Они ходили Ну немножко там бегали Не из-за того Сейчас же жизнь наша Изменилась То есть мы Сидим Ага Вот Я увидел Допустим Ну Это раньше было Миллионов лет назад Что-то раз И съел То есть Это ничейное было Ага А теперь Допустим Надо заработать деньги Деньги каждый хочет заработать В итоге Возникает Вот этот Конфликт В итоге Возникает Вот Конкуренция А что это Порождает Мыслительный процесс Который называется Эмоции Начинает волновать А раз волнует У нас все тело На мышцах А мышцы Склонны к спазмам И раз она спазмила У нас там Допустим То То желудок Не варит То кишечник Не пропускает То там еще Что-нибудь там Такое Вот Что касается Питания Тоже питание Было более-менее Тогда Естественно Кстати у меня там Целебная кулинария Такое Рубрика И я там Как раз На основе Прорушившего зерна Готули Массу Различных Блюд Вот И Да Посмотрите Легко и просто Вот все Говорят Сейчас Знаете Я одну Там блогершу Смотрел Она так Говорит Я После того Как Перенервничала У меня Не хватает Ферротина Я думаю Ой Что это Такое Что это Такое А потом Споминаю Феррум Железо То есть Не хватает Железа Давайте Вот сюда А железо И Говорят А железо Вот Что Надо Заметить В этом Самом На Ютубе Реклама От Западных Каких-то Там Компаний Стоит Дороже Чем От Русских Компаний И Естественно Рекламируют Какие-то Там Таблетки Американские Они Дороже А Можно Легко И Просто Пополнять Свои Кровяные Запасы Можно Так Дойти И Снимать Вот Кровяные Запасы Запасы Железа С помощью Приятного Сока Берете Столовую Ложечку Свекольного Сока На соковыжималке Выжимаете И туда же Добавляете Стаканчик Яблочного Сока Получается Такая Знаете Бордовая Смесь И Очень Вкусно И Крова На Это Самое Кроветворению Способствует Вот и Дом Быстро Легко И Просто Попробуйте Вот там Как раз У меня Про соки Видео Все Там Показано Рассказано Так Вы не Бегаете Вы ходите Я Стараюсь Да Ходить И Из-за Того Что Я Смотрите У меня Вот Этот Шагомер Ну Я В основном Время Считал Тут У меня 52 минуты Час Проходить Час Это Нормально То есть За час Ну Хотя бы Вот так Как мы Идем Значит За Час Что у нас Происходит У нас Происходит Прокрутка Жидкости И прокрутка Лимфы То есть Если Мы С вами Круто Она Быстро У нас Бегает Раз А лимфа Она Там Что-то Там Грубо говоря Ну 24 часа Я не знаю Там Круг делает Или Что-то Там Такое Или Два Круга Всего Лишь То есть Нам Важно За счет Движения За счет Сокращения Вот Эту Всю Лимфу Прокрутить И Очистить И Когда Вот Я еще Знаете Вас Как зовут Люба Меня Гена Ну Можете Забавить Петрович Вот Когда Мы Вот Сидим В офисе Там Сидим Где-то Сидячая В основном Сейчас Сидячая Работа То Мы Оторваны От От Природы От Всех Вибраций Света Вот Этого Цвета И Так Далее А Когда Мы Вот Так Вот Идем Просто Идем Мы Начинаем Исцеляться Самой Природой Гармонизироваться Вот То Есть Вот Эти Все Птички Которые Поют Железная Дорога Безобразная Это Шум Создает А Вот Эти Птички Все Это Как То Раз Раз Соответствующие Вибрации Частоты На Добавляют И Получается Очень То Что Нам Надо То Что Не Хватает То Есть Умиротворение Вот Я опять Так Смотрел Далай Ламу Мы С ним Примерно По Одногодки Где-то Разница И Он Всегда Улыбается То Он Всегда Какой-то Добренький Всегда Такой Знаете Вот Какие-то Интересные Вещи Рассказывает Но В то же Время Он Улыбается Там Жизнерадостно Вот То есть Оздоровление Такая Вещь Которая Вмещает В себя Очень Много Параметров Если Человек Только Средоточится В спортзале Качается Спортивное Питание Да Он Может Форму Сделать Все Это Такое Но За счет Того Что Он Не Затрагивает Других Вещей Он Обедняет Себя А Потом Бросил Это Спортивное Питание Почему Я Его И не Придерживаюсь Обычно Питание Проросшие Зернышки Самое Лучшее Вот Это Естественно Плюс Плюс Помогите Работа С умом Работа С сознанием Работа С эмоциями А Работа С эмоциями Это Прежде всего Человек Должен Доволен А если Что-то Возникает Какая-то Ситуация И человек На нее Может О Это Плохо Или Это Хорошо Ну В основном Если На Плохо Это Плохо Я Не Хочу Не Хочу Надо Задать Себе Вопрос Для Чего Эта Ситуация Создана Что Она Хочет Тебе Показать Тебе Показать Что В тебе Не Принимает Эту Ситуацию То Есть У Тебя Имеется Какой-то Изъян И Вот Для Того Чтобы Проработать Будет Одни Те Ситуации Создаваться И Как Только Ты Проработаешь Будет Совсем Другое Ну Что Еще Кружочек Так Что Смотрите Как У вас По Времени Ну Кружочек Еще Сделано Я В принципе Только Вышла Только Начала Можно Сказать Насколько Часто Вы Люба Занимаетесь Да Я Вот Недавно Начала В Прошлой Неделе Именно Вот Сюда Приезжать В парк Здесь Либо Бегать Либо Ходить Но Я Не Все Время Бегаю Я То Хожу То Бегаю Вот А так До Этого Я Спортом Занималась Что Зас Дома Занимаюсь Ну Дома Упражнения В Прошлом Году В зал Ходила Мне Тогда Нужно Было Вес Скинуть И Ну Я Добилась Своего Резутата И Перестала Ходить Ну И Сейчас Опять Решила Вот Вот Насчет Этого Я Как раз Рассказываю Смотрите Что касается Веса Вот Человек Действительно Добился Результата Сбросил Вес Я И на Программе Малахов Плюс Там Штока Переслышал И Все Я Доволен Все Хорошо И Возвращается К Прежнему Образу Жизни Ну Обычно К Прежнему Образу Жизни Который Это Маспостопство И Так Как Организм Как бы Сказать Человек Придерживал А потом Как бы Немножечко Отпустил Он Может Набирать Еще Быстрее Чем Раньше Поэтому Если Сидеть На Диетах На Жестких Обычно Сидеть Вот Вот Вес Возвращается Еще Больше Чем Он Был До Того Как Начала Сидеть И Потом Минуту Не Сбросить Да Конечно Вот Поэтому Доброе здоровье Поэтому Если Чем-то Решили Заняться То Это Уже Вот Я Все Говорю Что Надо Выбрать Такой Образ Жизни Который Б Вам Был Не В Тягость Но В то же Время Давал Тот Результат Который Вы Хотите Получить Потому Что Вы Только Хотите Только Раз Ага Накачались Я И Качался Раньше И Знаю На Себе На Других А А потом Как бы Сказать Человек Забыл Бросил Еще Что Хоп Все Спало Вот А это Опять Спортзал Ходить Или Еще А Вот Именно Такой Чтоб Он Не Мешал Надо Что И Работать Надо Что Там Допустим Ну У каждого Знаете Вот У каждого Человека Вообще В Человечестве Имеются Возрастные Периоды Которые В Которых Решается Определенная Задача А Именно Там Допустим Период До Шестнадцати Там Примерно Там Лет Ну Человек Просто Растет И он Хи-хи Ха-ха И так Далее Далее Допустим Уже Ну Там Шестнадцати И раньше И там До Тридцати И далее Это Уже Период Человеку Важно Уже И Тогда Ему Важно Дружить До Шестнадцати Лет А После Шестнадцати Особенно Чтоб Да Чтоб Были Друзья Был Значит Любимый Человек Вот Это То есть Он Уже На Это На Цель Далее Уже Летом Сорока Идут Какие-то Другие Там Проблемы Там Даже С тридцати Примерно А Как-то Ну Они Могут И пораньше Там Быть Как-то Реализоваться В плане Материальном Что-то Там Профессию Там Приобрести Как-то Себя Проявить И так Далее Если сорока Там Грубо говоря Как-то Поддерживать Все Этот Достаток Вот Все Это То есть Если Да Сорока Человек Ничего Не Сделал Такого Для себя Ну Мы Живем Материально В мире Нам Надо Какие-то Вещи Чтоб Мы Могли Себя Позволить Там Хотя Бо Так Заниматься Для этого Нужны Деньги Поэтому Это То есть Если У них Что-то Не Заработал До То Навряд Ли Че И Получится И Дальше Уже Период Интересы Меняются Жизненной Энергии Становится Меньше Это Я На себе Уже Прочувствовал Потому Что Я Был Маленьким Сейчас Мне 65 Лет И Я Уже Как Был Это Знаю Период На себе Испытал Что К Чему Стремиться Вот И И Да Так Вот Раз Так Вот Когда Человек Идет Ну Просто Может Немножечко Побыстрее Идти Знаете Когда Немножко Так Раз Чувствуется Чтоб Многи Сокращались Немножко Ускорить Чак Не Слишком Медленно Ходить Для Здоровья Немножко Быстрый Шаг И Делать От Восьми Тысяч До Десять Шаг Нет Это Вот Смотрите Вот Это Вот Пришло Вот Были Будем Говорить Столпы Науки Которые Определили Что Такое Нагрузка Как Она Влияет На Человека И Что Надо Ощущать И Поддерживать Там Вот Потом Появилась Молодежь Все Это Как Бы Сказать Это Несущественно Это Не Так Это Суть Люба Следующая Вот Смотрите Ваша Задача Дать Хорошую Нагрузку Это Прежде Всего Выйти На Такой Темп Чтоб У вас Появилась Испарина Вот Это Испарина Говорит О том Что У вас Организм Заработал И Вот Испарина Чтобы Более Менее Организм Допустим Там Вот Понимать Что Энергия Там Прокачивается Где-то У нас За 28 Минут Ну Хотя Бук Кружка Два Дать Прокачать Организму Энергию Значит Надо Это Поддержать Ну Примерно В течение Часа Это Будет Нормально То Испарина Не Важно Значит Что Вы Делаете И так Далее И тому Подобное Главное Вызвать Испарина И поддерживать Тогда Уже И ферментативные Процессы Идут Хорошо И так Далее Благодарю За просмотр Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В колокольчик И подпишитесь На канал Ваше Участие Развивает Канал И способствует Его Продвижению Вы Можете Посетить Бесплатно Мою Авторскую Библиотеку На Сайте Малахо Про Доброго Здоровица И до Новых Встреч Субтитры Игорь Негода